Процесс по делу так называемых террористов-подрывников до сих пор не сдвинулся с мертвой точки. Разбирательство тянется уже три года. Очередное заседание в Приморском районном суде показало, что приговора придется ждать еще долго. В материалах дела фигурируют 15 взрывов, случившихся на протяжении 2014-2015 годов. По данным следствия, за всеми преступлениями стоит одна организованная группа, руководимая из России. Пострадали волонтерский центр на улице Краснова, магазин товаров с украинской символикой на Малой Арнаутской, офис правого сектора и так далее. Один из взрывов произошел ночью в офисе Патриотической общественной организации, помогавшей украинской армии в Донбассе. Помещение на улице Гераневая возле здания бывшего кинотеатра «Вымпел» пришло в полную негодность. Порядка тысячи человек только в этом доме пострадали просто от этого взрыва. Мы сегодня не знаем, сколько из этих людей получили инсульты, сколько из этих людей получили инфаркты. Мы не знаем, сколько детей стали заикаться. Взрывное устройство, потом уже по данным следствия, было порядка одного килограмма тротила. То есть, ну, взрыв был серьезный. В подготовке и осуществлении серии взрывов обвиняются четверо задержанных. Три года меняли судей, и дело фактически не рассматривалось. Нынешний судья получил материалы незадолго до заседания. И тут одна из обвиняемых нежно выступила с отказом от своих первоначальных показаний. Мы фактически были в оманах и предмыслили поговорить о себе и других осібах. В связи с этим, поведомляю, что я, хоть и в Акатерине Ордане, відмовляюсь от ранее наданных вновь показаний по данному криминальному проведению. Отказ гражданина от показаний предусмотрен законом. Непонятно, почему обвиняемая сделала это только сейчас. Еще одно препятствие продвижению судебного процесса – постоянное отсутствие других потерпевших. Всего их 12. Почему-то никто из потерпевших, вот кроме меня, не пришел. Хотя, вот я сделала пост в фейсбуке с призывом к потерпевшим, пожалуйста, приходите, потому что есть высокая вероятность, что террористов отпустят. Почему есть высокая вероятность, почему я это поняла? Потому что я слышала, что говорят адвокаты. Люди, кто пострадал, приходите в суд, приходите. Потому что если эту группу выпустят, они продолжат свое дело. Суд решил еще раз оповестить участников процесса о дате следующего заседания. Если они не придут, рассмотрение дела начнется без них. Александр Виноградов, Денис Корноухов, телекомпания «Круг».